Дарья Судрева На аэродроме Раменское в подмосковном Жуковском продолжается международный аэрокосмический салон. Ульяновская делегация во главе с Сергеем Морозовым провела переговоры с компанией «Руслайн». В следующем году будет увеличено количество рейсов в Санкт-Петербург. Также послам главы региона Ульяновск может расширить маршрутную сеть, добавив рейсы до Екатеринбурга и Калининграда. В течение форума этот вопрос будет обсуждаться с руководством Росавиации и авиакомпаниями. Кроме этого продолжается поиск перевозчиков, которые будут осуществлять полеты в Европу. Также ульяновской делегации предоставили павильоны, где региональные профильные компании представили свои наработки. Международный авиационно-космический салон в Жуковском – это не только презентация крупных профильных предприятий и встречи с потенциальными партнерами, но и способ подрастающему поколению заявить о себе. Возможностью воспользовались воспитанники кружка авиамоделирования Ульяновского дворца творчества детей и молодежи. Восемь ребят под руководством педагога дополнительного образования представили свои проекты на суд участников и гостей салона. Ребятки очень умные, они долго работали. Некоторые у нас ездили на мероприятия в Екатеринбурге, недавно вернулись из Королёва. То есть, так скажем, география обширна. И они представили, ну вот мы некоторые проекты рассказали, дети Сергею Ивановичу ознакомили. То есть, это проекты будущего. О своих проектах юные конструкторы рассказали Сергею Морозову. Один из учеников Ярослав смоделировал самолёт Ан-14. Чтобы изготовить модель, имитирующую настоящий самолёт, ушло полгода. Потому что в будущем я хочу стать авиаконструктором и начать модернизацию различных самолётов. Другие ученики могли похвастаться не менее интересными проектами – лопастями для ветрогенераторов, ракетами и марсоходами. У нас стоят электростанции другого типа. А это тип карусельных метроэктостанций. У них суть в том, что у них нет ориентации на ветер. То есть, с какой бы стороны ветер нет, то они всё равно будут работать в любом случае. Мне представляется о том, что это более интересная часть. Я не скучаю, может быть, через какой-то период времени, через 5, через 10 лет. Может быть, этот раз и будет главной площадкой не сегодняшние самолёты, а вот такие площадки с точки зрения привлекательности. Напомним, в этом году на экспозиции «Макс» свою продукцию представляют 15 ульяновских предприятий. Впервые за историю авиасалона продукция Ульяновской области выставлена в региональном павильоне вместе с техникой Самарской области, Татарстана и Пермского края. Сегодня депутаты Законодательного собрания провели очередное заседание, где приняли некоторые поправки в региональные законы. В первую очередь, речь идёт об изменении закона о детях войны. Документ устанавливает право на получение статуса «Дети войны» для 10,5 тысяч наших земляков, родившихся с 1927 года по 1932 год. Все дети войны получат соответствующий нагрудный знак, ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 1000 рублей и возможность пользоваться такими льготами, как внеочередной приём у врача, ежегодное бесплатное диспансерное обследование. Закон вступит в силу в январе 2020 года. На реализацию закона по подсчётам разработчиков потребуется 15 миллионов рублей. Съёмочная группа «Улправды ТВ» неоднократно рассказывала о мусорной проблеме в Сенгелеевском районе. Районный центр, сёла и леса буквально утопали в мусоре. Ситуацию начали исправлять. В Сенгеле оборудовали 21 контейнерную площадку для сбора мусора. В планах установить ещё 33. Наталья Чумаченко подробнее. Сенгелей считается экологической столицей Ульяновской области, где создан национальный парк «Сенгелеевские горы». На уникальную флору и фауну краснокнижных птиц и животных едут посмотреть со всей России и зарубежья. Однако местные жители как будто до сих пор продолжают жить в параллельной реальности и о хорошей экологии могут только мечтать. Всё это время райцентр и другие сёла постепенно утопают в отходах. В лесах растут горы крупногабаритного мусора, на местах элементарно не хватает контейнерных площадок. Да и частота вывоза отходов региональным операторам «Контракт Плюс» оставляет желать лучшего. Мы начали вывозить два раза в неделю. Сейчас хотя бы этих свалок нет. Но всё-таки есть проблема с большим мусором. Ввозить некуда. Люди везде кидают в лесах, в полях. Просто вот эту проблему надо как-то решать. Ситуация до недавнего времени оставалась плачевной, пока не вмешался глава региона. В исполнении распоряжения губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова в Сенгилеевский район приступил к изготовлению и установке контейнерных площадок. За последние месяцы изготовлено порядка 20 штук контейнеров согласно всех нормативных требований. Это твёрдое основание, ограждение, ну и подъезд, приездные пути непосредственно к самой контейнерной площадке. Данная работа будет продолжаться в течение ещё одного месяца. На оборудование 21-й площадки из казны муниципалитета было выделено 342 тысячи рублей. Сейчас в Сенгилее полностью благоустроено только 30 площадок, в то время как общая потребность – 54. Глава района отметил, работа в этом направлении будет продолжена на следующий год, поскольку сейчас нужно в первую очередь исполнить предписание прокуратуры Сенгилеевского района по благоустройству уже имеющихся площадок. Работу продолжат и с местными жителями в профилактических целях, по теме правильного обращения с разными видами мусора и недопустимости его складирования в лесной местности. Такое обязательство взяло на себя профильное областное министерство. В этой работе принимают участие инспектора Государственного экологического надзора, общественные инспектора. У нас более 20 общественных помощников сейчас действуют на территории региона, которые еженедельно нас информируют о фиксации таких случаев. В этом же принимает участие служба лесной охраны, которая также очень быстро принимает меры и реагирует на каждый факт с организацией микросвалок, либо на сопредельной территории с государственным лесным фондом, либо на каких-то определенных лесных участках. На сегодняшний день более двух десятков несанкционированных свалок, которые были вновь выявлены, уже ликвидированы на территории Ульяновской области. И вот эта работа будет на постоянном контроле. В 2020 году новые контейнерные площадки также должны появиться в поселке Цемзавод, в селах Кротково, Врастайкино, Елаур и другие. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ. В школах навели красоту и порядок. Подготовка ко дню знаний завершена. А как обстоят дела с защитой от террористов и преступников, как оборудованы школы и садики, расскажет Виктория Черкова. Не только научить, но и защитить от террора и криминала. В Ульяновских учебных заведениях к новому учебному году готовы. Наша съемочная группа побывала в школе номер 52. Там нас встретила заместитель директора Ольга Кашеварова. Она утверждает, что в ее школе учебный процесс будет проходить спокойно, ведь все меры предосторожности соблюдены. По периметру школы установлено ограждение, соответствующее всем требованиям безопасности. Кроме этого работает тревожная кнопка. С целью антитеррористической безопасности в школе имеется физическая охрана. На входе в школу дежурит вахтер и сотрудник частной охранной организации, с которой будет заключен договор. Работает турникет. Все дети имеют персональную карточку, с помощью которой проходит через этот турникет. Подполковник полиции Вячеслав Сборщиков осмотрел учебное заведение и напомнил ученикам и учителям о том, как вести себя в нештатных ситуациях. Например, если в школу все-таки проник преступник, необходимо нажать тревожную кнопку. Через несколько минут после вызова прибудет группа задержания вне ведомственной охраны. При подозрении на теракт алгоритм действий подобный. Также нажимается кнопка вызова подразделения вне ведомственной охраны. И дополнительно руководством школы организуется эвакуация с участием представителей администрации школы, учителей. Детский сад номер 258 на улице Репина оснащен и камерами, и кнопками, и противопожарными системами. Также в нем работают внимательные сотрудники. Я уже не первый ребенка своего вожу, у меня двое детей в настоящее время ходят. Один выпустился, меня уже, например, знают в лицо. Но я была свидетелем, когда охрана просила показать удостоверение и подтвердить кого-то, что именно это действительно знают ли этого родители. Естественно, беречь детей необходимо не только в помещениях, но и на улице. В городе появился новый проект, для проведения которого выбрано 15 школ первопроходцев. Светлана Куликова рассказала о нем подробнее. Родители этих 15 пилотных школ выходят на дороги для того, чтобы помочь детям перейти через улицу, помочь детям адаптироваться после летних каникул на улице и, конечно, в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, которые, к сожалению, у нас проходят. Проект создан по инициативе губернатора Сергея Морозова. Если родительские дружины окажутся эффективны, то остальные школы тоже присоединятся к движению. Об этом будет известно в конце первой четверти. 15 команд, 60 участников, болельщики и волонтеры. Турслет инвалидов-опорников общественной организации «Преодоление» прошел в Димитровграде на базе Центра дополнительного образования детей. Ребята с ограниченными возможностями здоровья соревновались в ловкости, быстроте и меткости. Мероприятие провели на средства областного гранта, который получила местная организация. Мы велика, просто класс, обогнать попробуй нас! В представлении команд начался праздник для людей, которые ценят жизнь и движение больше остальных. Такие встречи, турслеты в «Преодолении» давно стали долгожданными и ежегодными. Хочу сказать, что в отличие от предыдущих туристических слетов, в этом году помогают проводить мероприятия волонтеры нашего параволонтерского центра, который мы создали в рамках реализации регионального проекта «Мы вместе, мы рядом» создание параволонтерского центра. Создание данного центра очень необходим для нашего города. Это дополнительная служба помощи, оказание маломобильным гражданам. В программе турслета три этапа основных и два дополнительных. Преодоление полосы препятствий. Для ребят с проблемами опорно-двигательного аппарата это достаточно сложно. И тем не менее, все выдержали. Помогали болельщики и параволонтеры. Второй этап – ориентирование. Мы прошли этап ориентирования. И это задание заключалось в том, что мы должны были пройти вот этот вот лабиринт, в котором нужно отмечать крестиком то, где мы прошли. И мы должны ориентироваться по карте, куда нам идти. И мы это сделали. И мне все понравилось. Третий основной этап – стрельба из лука. Старались, попадали или не попадали в цель – это уже было неважно. Главное – участие. Пара волонтеры помогали на всех этапах. Кстати, именно на развитие волонтерского движения и было выделено порядка 300 тысяч рублей из бюджета Ульяновской области весной 2019 года. Сегодня работа параволонтеров заключается в том, чтобы помогать семьям, которые участвуют на турслете, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Мы помогаем преодолевать различные препятствия и преграды, которые предназначены сегодня на турслете для семей. Волонтеры нужны для того, чтобы люди не чувствовали себя одинокими. Марина Антуганова, Анжелика Барвинок. Специально для улправды.ру из Димитровграда. Под Димитровградом хотят открыть школу по мотокроссу. Большой праздник для любителей экстремальных видов спорта состоялся в селе Слобода-Выходцево. Любовь к скорости объединила несколько поколений мотогонщиков. Лучшие спортсмены получили право принять участие во втором туре престижных соревнований. За баталиями в Меликеских оврагах наблюдала и наша съемочная группа. Традиционная обкатка трассы перед началом соревнований. В парке Слободская балка 24 августа собрались поклонники экстремальных видов спорта и порядка 60 спортсменов-мотогонщиков. На этой трассе я уже второй раз. В прошлый год, когда было открытие, я сюда приезжал, занял второе место. Опыт у меня уже большой, я занимаюсь с 1984 года. Трудность будет одна, немножко сегодня погода такая солнечная. И трасса подсыхает, будет, я думаю, много пыли. Только такая проблема будет. В этом году организаторы соревнований подготовили для участников чемпионата Ульяновской области по мотокроссу трассу протяженностью в 1600 метров. От обилия крутых виражей, спусков и подъемов голова кругом шла не только у спортсменов, но и зрителей. От лица Министерства спорта Ульяновской области разрешите поприветствовать вас на чемпионате Ульяновской области по мотокроссу. Спасибо организаторам за то, что позволили нам, зрителям, прикоснуться к миру мотогонок. Надеюсь, сегодня все увидят красивую, честную борьбу. А спортсменам, наверное, чтобы техника не подвела, и огромной удачи. Первыми стартовали спортсмены возрастной категории 5-6 лет. Несмотря на юный возраст гонщиков, борьба за призовые места на трассе была серьезная. Мальчишки и девчонки боролись буквально за каждую секунду и каждый сантиметр трассы. Среди участников первого заезда был и шестилетний Артемий Скворцов. Мальчик занимается мотокроссом всего несколько месяцев. Но на этих соревнованиях он показал хороший результат. Соперники были сильные, но я их победила. Я пришел третьим, но у них есть к чему стремиться. Следующие заезды, в которых участвовали взрослые гонщики, были, безусловно, очень зрелищными и захватывающими дух. Стоит отметить, что из 60 участников только 8 человек представляли Демитровград. Остальные спортсмены из Ульяновска, Сызерина, Казани, Оренбурга и даже Магадана. У нас большие планы в плане развития мотоспорта в нашем регионе. В этом году мы создали общественную автономную некоммерческую организацию. В планах создание полноценного парка, открытие школы по мотокроссу. Так же будет у нас тренерский состав. Я думаю, что в следующем году в полной мере уже все это заработает. Второй этап открытого чемпионата Ульяновской области по мотокроссу состоится 31 августа в Барыши. Наталья Абанина, Виталий Мемов, специально для управды.ру из Демитровграда. Жители села Загоскина Майнского района ждут ремонта главной магистрали населенного пункта – моста. Переправа соединяет две части села, по ней ездят автобусы и машины. С какой проблемой столкнулись жители в материале Игоря Улитина. В середине 80-х годов в селе Загоскина Майнского района силами местного совхоза был построен мост через пруд на реке Гуща. Эта переправа соединила между собой две части самого села. Также по мосту пролила дорога в соседние села. Соединение с общением Белое озеро, Родниковые пруды, Рыбхоз Пионер – это именно здесь проходят трассы, где проходят и маршрутки, и, соответственно, автобусы. Но в последние годы мост серьезно износился. При этом нагрузка на него только возрастает. Через переправы ежедневно ездят десятки лековых автомобилей, автобусы и грузовики. Глядя на состояние моста, местные жители стали бить тревогу, опасаясь, что переправа может разрушиться. Меня прежде всего волнует вот этот мост, потому что по нему ходят школьные автобусы и возят детей с Белого озера, Родниковых прудов. И мост находился, конечно, в плачевном состоянии. Вот здесь вот за мной, конечно, здесь была огромная яма. И наши ученики вынуждены были на уроках приходить сюда и заваливать эту ямку камнями. Полноценный ремонт моста в Загозкино планировалось провести в этом году. Была разработана проектно-смертная документация, подготовленные торги. И если бы все пошло по плану, то уже 1 августа здесь должен был начаться ремонт. Однако торги не состоялись. Подрядчики просто не приняли в них участие. Значит, чем обосновывали подрядчики с поздним выходом объекта на торги. Пакет они сформировали, людей и средств нету, к сожалению. Поэтому, ну, почему поздно расторговали? Потому что выполнялась проектная документация. Еще одна причина отказа участия в торгах – нежелание подрядчиков работать за свои деньги или взятый в кредит. По словам директора Департамента автомобильных дорог Сергея Халтобина, планировал, что средства из областного бюджета, а это более 19 миллионов рублей, будут перечислены им после ремонта. Такая, значит, система у нас существует. Часть мостов мы ремонтируем за счет кредита. И в том числе хотели и Загодкинский мост. На все мосты денег не хватает. Мы с губернатором эту тему обсуждали. Сами мы предложили губернатору идти по такому пути. Но, конечно, понятно, что подрядчики любят работать за живые деньги. В планах Минтранса уже в сентябре провести повторные торги, на которых они надеются все-таки определиться с подрядчиком. Если эти планы осуществятся, то ремонт моста начнется на следующий год и закончится к августу 2020-го. Отремонтируют, планируют дорожные покрытия, конусы моста, пешеходную часть, восстановить освещение. При этом чиновники успокаивают местных жителей. Угрозы обрушения моста не существует. Пока же готовятся новые торги, силами майнских дорожников был проведен ремонт подъездных путей к мосту. Однако он скорее вызывает грустную улыбку. По словам местных жителей, ремонт шел лишь полчаса. За это время рабочие заделали яму и закрыли проход на пешеходную часть, которая признана аварийной, при этом используя необычные стройматериалы. Все мы привыкли видеть дорожные знаки в качестве указателей возле дорог. Но в селе Загозкино на мосту они используются как ремонтный материал. Это придумали майнские дорожники. Кроме моста, ремонт требуется и на местной дамбе, по которой, как предполагается, пойдет транспорт во время ремонта основной переправы. Построенной также местным совхозом, дамба сейчас не просто износилась, она даже начала разрушаться. Дамбу на реке Гуще в селе Загозкино построили в начале 70-х годов. Пару лет назад у нее упала одна из стен. Сейчас из-под той стены, на которой стою я, вытекает небольшой ручей и тоже грозит ее разрушить. В областном Минприроды об этом положении дел знают, но все осложняется тем, что дамба является бесхозной. Чтобы начать ремонт, необходимо, чтобы муниципалитет обратился в Росреестр и поставил ее на учет. И лишь тогда ее включат в госпрограмму, в рамках которой и запланируют работы. Что же касается ремонта мостов, всего по области насчитывается более 60 переправ, требующих ремонта. Большинство из них, так же как и мост в Загозкине, были построены в советское время местными хозяйствами, не имеют никаких проектных документов, зато имеют изрядный износ. Игорь Улитин, Марат Мегдеев, Юрий Ломатов. Новости Ульянской правды. 15 августа в провинции Хунай состоялось открытие совместной выставки Ленинского мемориала и музея-мемориала товарища Мао Цзэдуна. О проекте и как прошло открытие рассказала заместитель директора Ульяновского мемцентра Анна Бараникова, которая на днях вернулась из Китайской Народной Республики. 64 работы победителей конкурса детского рисунка «Ульяновск. Родина Владимира Ленина» представил Ульяновский музей-мемориал Владимира Ильича Ленина на родине товарища Мао Цзэдуна в музее-мемориале, носящем имя китайского лидера. Выставку дополнили фотографии, чтобы китайцы могли увидеть не только рисунки, но и как эти места выглядят сейчас. Современные фотографии, комментарии на китайском языке. Мы подготовили интерактивный путеводитель, где можно увидеть улицу нашего города, кликнуть на определенную улицу или объект, прочитать о нем, увидеть фотографии, посмотреть видео. Видео для выставки мы снимали с участием шестиклассников 21-й средней школы, где они на английском языке рассказывают китайским детям, которые тоже изучают английский, в своем городе. На детских рисунках и фотографиях посетители смогли увидеть дорогие сердцу каждого жителя Ульяновска места, связанные с именем выдающегося политического деятеля, первого руководителя советского государства Владимира Ильича Ленина. Дом, где он родился, гимназию, где учился, ленинский мемориал и те объекты, которые были подстроены к столетию нашего великого земляка. Очень интересное открытие было выстроено китайцами. На открытии играла на национальном инструменте экскурсовод китайского музея, танцевала народный танец Китая, тоже экскурсовод китайского музея. То есть они очень талантливы во всех сферах. Это очень интересно, очень молодые, интересные коллеги у нас в Китае. Выставка детского рисунка «Ульяновск. Родина Владимира Ленина» в китайской провинции Хунань. Это второй проект в рамках соглашения о сотрудничестве заключенного между Ленинским мемориалом и музеем Мао Цзэдуна. Первым совместным проектом была экспозиция «В Китае родился Мао Цзэдун» в октябре 2018 года, которая работала на территории Ульяновского музея и была посвящена 125-летию китайского лидера. Третий проект – это тоже выставка детского рисунка. Сейчас объявлен конкурс в Китае. Они решили повысить статус этой выставки и объявили конкурс не только в своей провинции, но и во всем Китае. То есть у них отбор будет очень высокого уровня. Эта выставка планируется, что приедет к нам в начале 2019 года. И завершающим проектом, вот именно в этом договоре, станет выставка Ленинского мемориала «Ленин и время», которую мы откроем в апреле следующего года, к юбилею Владимира Чаданина. Выставка детских рисунков в китайской провинции Хунань – обменный выставочный проект, поддержанный Министерством культуры Российской Федерации и часть национального государственного проекта «Культура», будет работать до конца сентября. И уже в начале следующего года Ленинский мемориал будет принимать на своей территории выставку детских рисунков из Китайской Народной Республики. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Новости Оллправда ТВ. Завтра в Ульяновской области ожидается прохладная погода, осадки маловероятны. Температура днем составит 14 градусов тепла, ветер северо-западный – 6-10 метров в секунду. Также Управление МЧС по Ульяновской области предупреждает, что в период с 29 августа по 4 сентября местами в лесах по юго-востоку области сохранится высокая пожарная опасность 4-го класса. Это все новости на сегодня. Итоги дня смотрите в 18.50 на информационном портале ulpravda.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин